Радио Медиа Метрикс В гостях глава администрации города Покров Ракелов Вячеслав Шаликович Здравствуйте, Вячеслав Здравствуйте, добрый вечер Почему мы позвали Вячеслава к нам в гости, потому что Как бы ни странно Да В автотему Глава города Покров в нашей студии Это удивительный, но факт Вячеслав собственными руками, своими руками делает очень интересный автомобильный проект Своими руками, еще раз повторюсь Давайте, наверное, мы и начнем узнавать про проект И как, наверное, даже не про сам проект А для начала вообще, как вы пришли к тому, чтобы своими руками создать целый проект полностью с нуля Как вот пришла такая идея Давайте спросим, какой первый автомобиль Издалека зайдем Да, можно так Какой первый автомобиль у вас был вообще? Первый автомобиль это Запорожец И это была самая дорогая игрушка Это очень много времени прошло Это еще в прошлый век Но я отвечу на вопрос Несколько по-другому В советское время были дома пионеров И однажды один из моих однокашников Говорит, слушай, пойдем запишемся в картинг Я любил рисовать И как-то так мне показалось, что это связано с картинами Прихожу, там колеса, рама, номера Маленькие автомобильчики И все с этого началось Восемь лет я отдал своей прекрасной юности занятию этим видом спорта Сам сделал при помощи моего тренера вот этот карт То есть вы сами тогда не продавались? Надо было именно изготавливать То есть восемь лет вы занимались картингом? Картингом Вот это да После чего все началось? Еще и автоспортсмен получает Да, первый автомобиль был Фу Карт был сделан как раз моими руками При помощи моего тренера Ну а потом гонки Но я напомню вам Может быть вы и не знаете А может быть не помните Одевали на голову не шлем Не то прекрасное создание Которое сегодня защищает на случай аварии и так далее Мы одевали что-то похожее на сковородку Ну не на сковородку Кастрюли такой Каску как у немцев Да Во время войны Я однажды, мне было 13 лет, я увидел вот эту каску Суперинтеграл вот с таким забралом Невероятно Я был восхищен И мне папа сказал, говорит Если сделали предмет какой-то, да Какое-то изделие Сделал человек, то почему не я? И вот это вот запало в голову Я начал сделать Через полтора года я сделал этот шлем Восхищение было прежде всего у меня и окружающих А потом уже служба в армии, в Афганистан Но меня не покидала эта тема никогда Никогда Чувство Я хотел создать это Что-то свое И удалось все-таки Когда в 2010 году я узнал о том, что технические регламенты Изменены и позволяют зарегистрировать в автомобиль даже самоделку Я был готов И начал Через полтора года приобретя автомобиль Устроившись в одну из небольших тюнингов компаний Мне не нужна была зарплата Я три месяца отработал Посмотрел, подглядел Некоторые там нюансы И взялся за Полтора года рисовал этот проект То есть ни с того ни с сего Вот прям проект в голову Да, вот бахнул в 2010 году То есть как в мотновении Да А потом выяснилось, что это еще и с той работой, чем я занимаюсь уже почти 8 лет То есть это муниципальная служба Это еще и отдых Это отдых, где совершенно другие центры включаются От обильного общения с людьми Ну бывают несколько какие-то перегрузки, мягко скажу так А здесь любимое дело И хобби, и все в одно Да, и хобби, да, конечно А вы один строите машинку? Да То есть прям в гараж идете? Можно побыть наедине с собой спокойно Верно Ну конечно звонки и так далее Это безусловно сопровождают мою работу Я немножко нервничаю когда Но тем не менее это жизнь И самое главное, когда ты вывел какую-то линию И я не скажу, что это наслаждение Это некий один из тысячного этапа Продвижения к той цели, которую ты для себя обозначил Вот О проекте немножко Вот вы придумали Ну придумали вот этот проект Да Как вы выбирали донора? То есть автомобиль из чего вы идете? Да, порядком 50, может быть 80 автомобилей я перебрал Все От там М-ки Да я уж всего даже не скажу И в конце концов попалась на последнем этапе Как раз Порше 944 А узнав о том, что этот автомобиль В основе его дизайна и технических решений Принимал участие русский иммигрант Эмигрировавший в Германию И он как раз и вывел Порше На этапе там конец 70-х, начало 80-х годов Только за счет этого Может быть я, конечно, недостоверен в ту информацию, которую даю Это была революция у Порше Потому что Точно Всегда заднемоторные машины А здесь они сделали переднемоторную машину Именно попали в струю То есть когда вот Все наоборот случилось Все перевернули Верно И благодаря этому проекту 944-й 944-й Перед ним был 924-й Порше Да, 24-й год более грубый Грубый, да И он выстрелил этот проект И Порше за счет этого В общем-то удержался на рынке Может быть Он, кстати, считается безопаснее, чем предыдущий Порше Потому что у него с развесовкой намного лучше Верно То есть не перегружена задняя часть Верно И вот это меня в большей степени подстегнуло Это наш русский Заиграл патриотизм Ну, это В том смысле Как мы его Понимаем сейчас Патриотизм Правильно понимаем И вы решили полностью изменить кузов Насколько я понимаю Да Но рама остается базовая Как Верно Сошла с завода Порше То есть подвеска, рама, двигатель, коробка То есть мы выкинули кузов и строим новый кузов Ну, практически так А салон? Тоже будет перешит Тоже все будет переделан, да Но база останется База останется То есть, скажем так На основе салона Порше будет сделан другой салон А кузов полностью новый То есть Совершенно другой вид Совершенно другой вид Но здесь я хочу сказать Об одном Важном таком моменте Я не сразу понял Но в конце концов Пришел к мысли о том Что в этом проекте И в том, что я делаю Как раз это и мой вкус Опять же Внутренняя культура какая-то Ведь эта кропотливая работа Она усмиряет человека Она Это нужно большое терпение Сделав раз, переделать Сделать два, переделать Три, пять И при этом не остановиться Не забросить Это как раз терпение и упорство И главное Можно я, может быть, забегу вперед Предполагаю, что вы мне этот вопрос зададите Сегодня молодежь На чем она воспитывается Я себя сравниваю с Прошлым веком Как нас воспитывали И сегодня Конечно Я не хочу сказать О некой ущербности Но есть то, что Нужно дать Особенно молодому человеку Чтобы он был готов К достаточно сложной жизни Достаточно сложной Многогранной Многоликой И в этом Он чтобы не потерялся В этой жизни И как раз То, чем я вот занимаюсь И сегодня После окончания проекта Я привлеку обязательно Молодых людей И мастер-класс будет Уже есть такой проект И помещение есть И так далее Безусловно Это вопрос воспитания Нашего подрастающего поколения Это главное Ну вот не хватает Как раз ДСААВ Как раньше было Технические виды спорта У нас пропали Практически Но они пропали А все остальное Сейчас пытаются запретить То, что есть Существует Как раз за счет сил Энтузиастов Как мы И многих людей Кто ездит на Спортивных интересах Автомобилях Но это сейчас На грани Исчезновения Так скажем Но вернемся к проекту Это мы забегаем Вперед немножко Из чего Вы делаете Автомобиль Кузов Из чего Значит это пластик Композитные материалы Стеклоткань Стекломат И полиэфирная смола Значит Это как раз корка Так называемая Но сам Полномасштабный проект Он сделан С пластилина Порядком 300 кг Скульптурного Пластилина И кропотливо Значит С кривочками Каждая линия Самое сложное В этом проекте Это Передать Зеркально Передать Левую сторону И правую сторону Как раз хотел Зать запрос Как вообще Это возможно Но у вас какие-то лекалы Есть шаблоны Или все Как-то на глаз Это не является секретом Но я сам пришел Есть некие Специальные приспособления Которые были Сделаны мной И самое элементарное Главный элемент В этом Это Как же это Лазер Уровень Лазерный уровень Да Вот он Все стало проще Опять же Лазерный уровень Линейки И Всякого рода Шаблона Правильно А насколько Насколько Долго Был процесс Именно Изготовления Из пластилина Как долго Это все Происходило Это Два с половиной года То есть Два с половиной года Вы Грубо говоря День за днем Не день за днем Мне кажется Нет конечно Понятно Дело Что не каждый день Если ты до 22 часов Работаешь С документами А выходной Хочется немножко Отдохнуть Вот это И был отдых Суббота Воскресенье Зачастую По ночам Иногда В последнее время У меня Пятница Заканчивается Где-то В 17-18 часов Короткий день И я остаюсь На ночь Утром До утра До 7-8 часов Ночью Никто не мешает Мне достаточно 2 часа поспать В этом-то и крутость Что ты создаешь Делаешь Не потому что нужно У тебя какие-то сроки Пожимают А потому что Ты хочешь этого Это наверное Залог успеха Проекта Любого На самом деле Очень часто Люди как раз Ломаются На том этапе Что проект Затягивается И надоедает Но Вы полны Энтузиазма И не собираетесь В этом проект Останавливаться Ни в коем случае Я видел людей Которые Делали быстро Быстро Приходили Консультироваться И так далее Увидев То чем я занимаюсь Они там За год Что-то слепили Ну Слепили Простите А чтобы Полноценное Получилось Чтобы это Доставляло Удовольствие Глазу И даже Самому Как бы Предвзятому Специалисту Специалисту Ну Специалисту Дизайнеру Потому что Я приглашал Дизайнеров Реальных дизайнеров А вы уже Показывали Свой проект Кому-то То есть Он не засекречен Вообще Он был засекречен Пока не появились Вы Мы его немного Засекретили Но у нас Нет видеоряда Я нашел Три статьи За все время Которые были В интернете С фотками Проекта Мы Их Перепрочитали И переписали В одну Вот Выпустили В нашем журнале Кастом культура И теперь Это уже Точно не секрет Для всей России Ну да И у вас Я по глазам Вижу вопрос Как сочетается Это хобби И с Исполнением Полномочий Или там Как Да Как руководить городом Да И Делать автомобиль Нет Откуда вообще Взять даже Время На то Чтобы подумать И об автомобиле И об основной работе Нет Четко есть грань Вот это автомобиль А это работа Все Работа Прежде всего Это прежде всего А все остальное Время свободное Ну знаете Я Может быть Те нагрузки Иногда Перегрузки Да Психологические Они бы Привели Может быть И к другому Внутреннему Состоянию Если бы Не этот проект Здесь И успокаивался Пока ты Там что-то Скребешь Рисуешь Ты Анализируешь Прошлый день Ты Четко Отслеживаешь Перспективу Подчесываешь Подвихтовываешь В своих мыслях Завтрашний день Завтрашние задачи Это Вот Оно Оно Взаимодействует И Увлечение Оно Лишь только Раскрывает Возможности Завтрашнего дня В части Исполнения Вот Своих Обязанностей Вот это Точно Могу вам Сказать Освобождаются Какие-то Мозг Освобождается От чего-то Налетного Эмоциональность Отбрасывается Потому что Вот эта Кропотливость Которая Проявляется В работе Вычесывается Вычесывается Всякое Ненужное Из головы Это точно А насколько Вообще Сложно Все это сделать Именно В своем гараже Скажем так У вас же нет Никакого промышленного Оборудования Абсолютно Конечно Но только навык Получилось Это Получилось Что-то Не получилось И Ищешь Путь А вы Используете Какие-то Может быть Инструкции Или Какие-то Там В интернете Что-то Ищете Или стараетесь До всего Именно Дойти Самостоятельно И самому Придумать Как все это Сделать Ну Безусловно Полтора года Чтения Я Изучил Все сайты Не изучил Я ознакомился Плотно С сайтами Иностранных Производителей Иностранных Автомобилей Известных Компаний Посмотрел Видеоряд Который Там Выкладывается На Ютьюбе И так Далее Ну И в общем-то Это была И основа Будущих Технологий Я Более того Скажу Как раз Один из Топ Руководителей Проекта Маруся Он тоже Видимо Где-то Увидел Узрел Какую-то Информацию Позвонил Однажды Говорит Где вы Находитесь Я говорю В Покрове А можно Я приеду Посмотрю Да И вот Алексей Его зовут Он приехал Полчаса Ходил Говорит Ну Собственно Говорит Ничего Нового Мы Марусю Делали Марусю По такому Принципу Мы Марусю Делали Именно Так Изначально Я намеревался Обратиться К людям Которые Уже Обладают Этим Опытом Но Они Мне Объявили Такую Цену За год То Вы Нам Отойдете Автомобиль И За счет Автомобиль И Стоимость Материалов И Работ Была Названа Такая Сумма Я Сказал Знаете Я Роллс-Ройс Примерно И Потом Он Говорит Ну Ладно Через годик Посмотрим И Он Не Забыл Позвонил А Можно Посмотреть Приезжайте Посмотрите Надо Было Сумму Объявить За Посещение Он Ходил Цокол Языковым Сказал Да В общем То Получается Не Мне Вам Давать А Мне У вас Брать Мастер Класс Это Без Лишней Скромности Я вам Скажу На самом деле Я думаю В этом Это Вся Ценность Проекта То Что Вы Не Просто Его Придумали И Кому То Сказали А Все Равно Исполнение Было Не Такое Как Вы Захотите Потому Что Это Не То Что Вы Пришли И Сказали Поставьте Мне Вот Такие Диски Такой Обвес А Это Творчество Это Картина И Естественно Вы Как Видите Так Вы Сами И Делаете А Объяснить Своё Видение Другому Человеку Мне Кажется Это Практически Нереально В Этому Проблема Когда Ты Делаешь Сам Ты Видишь Что Ты Делаешь Когда Ты Что То Заказываешь Ты Приходишь Ты Не Будешь Сидеть Рядом С Человеком Ты Выбираешь С Готового И Ты Приходишь Так Как Ты Время Экономишь Конечно Вот Мне Говорят Ну Надо Перешить Салон Мы Знаем Есть Ребята Да Великолепные Специалисты Но У меня Нет Финансовых Возможностей Заказать Приличный Салон Поэтому Я Вспомнил Некий Навык По Пошиву Кожи Скромно Скажу Я Заканчивал Военную Академию Будучи Офицером В те Времена Это Тоже Одна Из Тем Но Красивые Вещи Были Только Как Они Назвались Комок Комиссионный Магазин Я Ходил Соколый Я Хотел Свою Любимую Супругу Одеть Во что Но Это Было Просто Непостижимые Для меня Цены Я Посмотрел У своего Товарища У него Три Пара Сапог Лежит Я Понял Что Мы Получали Офицеры Не носили Участие В академии Эти сапоги Все лежали И я их по три рубля Скупил Что-то Пар 20 Или 30 Не помню Я их все Располосовал Пошел На какие-то курсы Неделю С женщинами В классе Посидел Мне там Рассказали Как делаются Лекалы Как снимаются Мерки Я какой-то Там у бабушки Взял машинку И начал Строчить И вы знаете Я За две недели Отпуска Шил Супруги Пальто Оно было Совершенно Уникально Это пальто Из хрома Я его пропитал Чтобы хром был Помягче А потом Сделал себе И 8 лет Его носил Вы Не знаю Как могу ли я Передать вам Эти чувства Когда ты сотворил Своими руками Это не стоило Ничего Кроме твоего труда И твоего творчества И это Еще Кого-то Может Восхищать Вы знаете Хотя Не это главное Вот Поэтому Салон Я перешиваю Сам То есть Сейчас уже Скажем так Этап салона Идет параллельно С кузовом Я его чуть-чуть Оставил Одно сидение Отшил Посмотрел Сочетание цветов Там Алькантара Родстер кожи И так далее То есть Я посмотрел Все У меня Кожа Все это есть Я накопил Я не могу Сразу купить Мне надо Не дешевое удовольствие Да Месяц-полтора Мне надо отложить Из бюджета Семейного Ну может быть От этого И затягивается Сам-то проект Вернусь к сапогам Это наверное Тот момент Когда ты Вещь Не носишь Не потому что Она там Исхудилась Прохудилась И ты ее Выкидываешь А тот момент Когда ты уже Ее носишь Она никак не сносится Надеюсь Что с машиной Будет так же Хорошо Подметили Да Вот Еще Я сразу Когда Вы рассказали Про проект Я увидел Картинки Я вспомнил Про то Как я работал На КБ Сухого Я По профессии Модельщик По аэрогидродинамическим Моделям Вот Ты тоже бесценен Завод Завод дал Очень большой опыт Я делал Значит Модель Су-27 Самолета Вот И Нам не давали Пользоваться Композитными Материалами Чтобы Нам Это облегчило Я Шесть месяцев Делал Фюзеляж А там же Одну десятую Миллиметра Нельзя просадить Потому что Умножаешь на Пятьдесят У тебя в самолете Будет шишка Получается Шесть месяцев Шесть месяцев Я делал Пришел мастер Накрасил Этот шаблончик Провел Появилась Рисочка И он ее На моих глазах Об коленочку Ничего Я погоревал Два дня Тоже Взялся А из чего Ты делал Из дерева А из дерева Ух ты И месяц Следующий Фюзеляж Я сделал за месяц И уже без проблем Я к тому Что Те навыки Которые Тогда в СССР Давали Они настолько Я пришел на завод Работать Сначала практику Проходить Меня заставил мастер Делать себе инструмент Мне не дали инструмент Я два месяца Делал инструмент Который мне потом Делал модель Сейчас бы тебе Просто дали 3D принтер Сказали Да И сейчас думаешь Да блин Почему так Вот И к чему я веду Вы Делали Ну делаете Кузов По Тем временам По технологии В итоге Ну а по тем временам Маруся делалась По технологиям И вот уже Недавно Технологии Ну технологии Те же брали Не 3D принтер Но не 3D принтер Спечатал В итоге Вы делаете Единичную Модель Или вы все-таки Вот это По этому кузову Будете делать Матрицу По шаблону Да Матрицу И будете потом Отливать Такие кузовы Скажу так Я не думал О тиражировании И Потом уже В глазах Некоторых Зрителей И те Кто любит Автомобили Я понял Что Кто-то Может захотеть Один вариант Это показать Как Я сейчас Одному Такому Молодому Человеку Показываю Он заинтересовался И весь Погружен В этом Проекте Буквально 2-3 месяца Он помогает Мне Либо Помочь Кому-то Значит Провести Там мастер Классы И так далее И второй Вариант Да Отлить Формы И Там Пожеланию Ради Бога Причем Мне не нужны Для этого Деньги Я Так сказать Если кто-то Заинтересуется Я так Отдам Хотя Это стоит Каких-то Народей Чтобы Увлечь Может быть Человека Или Людей А такой Вопрос Просто Я немножко Вернусь К самому Кузову К автомобилю Просто Возьми Вопрос Забыл Задать Какие Конкретно Части Кузова Вы Переделывали То есть Вообще Все Кроме крыши Кроме крыши То есть Вся передняя Часть Двери Форму дверей Осталось Только Лобовое Стекло Крыша Заднее Стекло Было Заказано Сделано Добротно А ты даже Стекло На заказ Заднее Стекло Боковые Стекла Боковые Стекла Тоже На заказ А то есть Форма дверей Полностью Менялась Даже Рамка Все Получается Рамка Несколько Поменялась А все Механизмы Механизмы Остались Те же Просто Как все Компонуется Да Это было В начале В начале Реализации Этого проекта Я не представлял Это Но это потом Уже Приходит Проблемы По мере Поступления Вы не поверите Это Вот такая Головоломка Срастить Там же еще Крепление Надо Придумать Да А вкатанной Схемы не было Нет Абсолютно Это вот Только поиск Поиск Постоянный поиск Это Это такое Драйвовое состояние Я не знаю Как передать его Если кто-то Нас слушает Если кто-то Нас видит Смотрит И кто-то Заинтересован В этом 7200 7200 7200 7200 7200 Это откуда Вы знаете За вами есть Табличка Сколько человек На связи А здесь еще Вот у мяклого микрофона Должна быть такая же По идее Если она работает 7200 Всех вас приветствую 7200 Зрителей Слушателей Я совершенно Искренне Сегодня с вами Потому что Прежде Я не говорил Никогда Об этой На эту тему И держал Все это В секрете Это вдохновение Должно быть Конечно У человека Это Несколько Иной Пласт Жизни Переживаешь И понимаешь Насколько Она Богата Эта жизнь Потому что Окружающий мир Ты воспринимаешь Опять через Призму Своих Своих Уже Каких-то Принципов Сгадов И так далее И еще Я себя Пример Не хочу Ставить Я это Чувствую И это Вижу Вячеслав А вы Планируете В будущем На этом Автомобиле Выставляться Или Передвигаться Ну Хотя бы Прокатиться На нем Смысл Проекта Смысл Проекта Первое Для чего Что Может Человек Если Он захочет Раз Второе Название Автомобиля Лючия Ну Приемную Дочь Я Постоянно Назвал Люка Лючия Ну И вот Такое Созвучие Где-то Вот Перемежается Может быть В формах Некая Экстравагантность Мягкость Женственность И так далее Вот Ну Это Собирательный Образ Может быть Где-то Отраженный В автомобиле Ну Выставляться Ну Если Если Это будет Достойно Того Чтобы Люди Как-то Не отвернулись А посмотрели Ну Значит Мне кажется Любой Казан проект То что Мы Передивером Говорили Почему-то Мне присылал Фотки Но Мы же Не стали Выставлять Нигде Потому Что Все-таки Эта машина Должна Быть Засекречена Хотя бы До Какого-то Определенного Момента Да Что еще Важно Было Я не хотел Повторить Ни один Из Элементов Которые Можно Было Узреть В Каком-то Автомобиль Сравнивали Как На Феррари Да Есть Элементы Которые Рождены Уже В Ходе Эти Элементы Они Уникальны Всякие Отделочные Моменты Как Грубо говоря Сетки Решетки То что Делается Не Из Пластика А то что Делается Обычно Либо Из Металла Либо Достаточно Скажем Так Сложного Изготовления И плюс Все что Касаем Электрики То есть И фары И Противотуманки То есть Поворотники Тоже будет Все Какое-то Кастом То есть Это будет Не от Порша Точно Не от Порша Конечно Не от Порша Это будет Кастом То есть Вы будете Сами Изготавливать Я Отливаю Фары Передние Фары Технологию Я с ней Ознакомился Как Это Все Делается Клеится И так Далее То есть Опыт Я уже Две Пары Сделал Я их Забраковал И Вот Сейчас Буду Делать Третью Ну Уже Правильную На мой Взгляд Ну Не Получится Буду Делать Четвертый Раз Я Сначала Думал Что Что-то Останется Но Нет Ничего Кроме Лобового Стекла Все Остальное Фулл Кастом Да Это Сурово Такой Вопросик Какие Еще Автомобили У вас Есть Именно Есть Они Которые Для Души Или Это Единственный Значит На самом Деле У меня Несколько Автомобилей Они Недорогие Волга ГАЗ-21 Которую 50 тысяч Стоит Я купил За 10 И то Дядька Продал Потому Что Говорит Слушай Я видел Твою Копейку Там 70 Года Как Она Сегодня Выглядит В машине 47 лет Я Понимаю Что Вот Это Детище Мое Достаточно Уже Взрослый Человек Я Говорит Уже Не Могу Заниматься Поэтому Я Ее Тебе Дарю Ну 10 Тысяч Я Ему Отдал И Сейчас Это Волга Уже Обрела Какой-то Другой Вид Да Есть Еще Один Порше 944 Который Приобретен В прошлом Году Это Уже Под Другой Проект Я Уже Готовлюсь А Вы Готовитесь Еще К К Другому Проекту Ну Этот Закончится Когда-то Когда-то Потом У меня Есть Автомобиль Копейка 70-го Года С хорошей Историей Волга Есть Порше Потом Второй Порше Ну Езжу На Американском Маленьком Автомобиле То есть Немецком Маленьком Автомобиле Называть Его Не буду Ну Спортивные А Такой Вопрос Выгодите Копейка С Историей А что За История У нее Ею Владел Человек Который Дал Многой Науке Я Долго Охотился За Хорошим Автомобилем Он Конечно Подгнил За 35 Лет Пока Стоял В гараже С Проходившейся Крышей Но С Пробегом 27 Тысяч Километров И Когда Я Узнал Кто Владел Этим Автомобилем Я Был Просто Шокирован И Сегодня Этот Автомобиль У меня Есть А Вы Сами Реставрировали Или Отдавали Четыре Года Делал А То То Это Тоже Был По Сути Проект Да Это Проект Четыре Года Но Насколько Я Понимаю Волга И Копейка Они У вас В Оригинале Именно То Что Максимально Приближены К тому Как Они Были То Проект Который Вот Сейчас Лучье Вы Собираетесь Как-то Ставить Его На Учет Потому Что Сейчас С этим Делом Сложно Потому Что Постоянно Меняется Законодательство И Никто Не Знает Как Это Сделать Вы Не Будете Пробовать Это Сделать Чтобы Это Была Машина Для Не Ежедневного Использования Но Хотя Выходного Дня Я Знаю Тернии Которые Мне Придется Пройти И Я Пройду Их Чего Быто Не Стоило Да И Вот Вы Коснулись Как раз Той Темы Знаете Легко Запретить Это Можно Я Скажу Про Себя Ну Каждый День Приходится Принимать Какие Решения Да Городок Небольшой 20 тысяч Со Своим Хозяйством Много Всего Я Часто Говорю О Что Глава Исполнительного Органа Власти Он Не отвечает Только За одно За Пути Миграции Перелетных Птиц Все Остальное Это Его Забота Я Против Запрещений Если Ты Имеешь Авторитет Если Ты Обладаешь Каким То Опытом По Оценке Опять же Иногда Приходится Быть Твердым Жестким А люди Уже Потом Поймут Что Это Было Правильно Меня Научила И армия Вооруженные Силы И Война Научила Запретить Легко Большого Ума Не Надо Просто Запретите Все Как Часто Делается А Кабы Чего Не Вышло Причем Запрещают И Не Регламентируют Что Запретили Это Больная Тема Я Не Буду Говорить Об Органах Исполнительной Власти Там Где Реализуются Принятые Законы И Не Хотел Как Должностное Лицо Вникать Сегодня По Меньшей Мере Где То В Комнате Я Могу Прорассуждать Но Опять Же Не Со Всеми Я Против Запрещений То Вы Считаете То Что Сейчас Тот Закон Котор Сейчас Существует О Запрете Тюнинга О Преследовании Всех Так Называем Легальных Гонок Которые На Сам Деле Так Опять Не Регламентированы Какие Легальные Нет Что По Сути Этот Вопрос Надо Дорабатывать И Нельзя Станавливаться На Том Что Сейчас Скажем Так Происходит Верно В Это Надо Вникнуть Да Я Уверен Что Были Рабочие Группы В Государственной Думе И Работают Достойные Люди Но У них Не Было Проектов Таких Как У Вас Поэтому Не Знали Как Все Это Реализовать У Меня Всех Заставить Сделать По Проекту Они Наверное Тогда Поймут Мне Кажется Нельзя Заставить Сделать Проект Ребят Я Вам Точно Говорю Что Были Конечно Люди Которые Ну Так Сать У Власти И На Высоком Уровне Я Уже Не Такой Молодой Вот Это Все Кого-то Восхищает Кого-то Удручает Ну По Одной Причине Что У Него Такого Нет Увлечения Я Это Все К Чему К Тому Что Должен Кто-то Вот Принять На Себя Ответственность Вникнуть В Эту Тему И Подумать Не О Том Что Его Одернут За Принятое Решение Не Надо Бояться Это Если Идет От Сердца Первое Второе Если Учтены Все Многофакторные Сюжеты Связаны С Безопас Н С Пре Прежде Всего С Безопас Н Друг Вот Кстати Очень Хорошая Не Реклама Это Билборды Висят По Трассе М7 Симпатичное Лицо Молодого Человека На Черном Фоне Меня Убила Скорость В Другом Сюжете Миленькая Девочка Меня Убил Пьяный Водитель Вот У меня Мурашки По Коже Пробирает А Давайте Теперь Нашу Тему Вот К этому Вопросу Безопасности Тот Кто Сделал Своими Руками Тот Кто Пропустил Это Через Сердце Через Руки Через Бессонные Ночи Я не Говорю Сколько Денег Вложил В этом Он Он Никогда Себе Не Позволит Шалостей Это Культура Культура Большими Буквами Автокультура Это Внутренняя Культура Человека В этом Проявляется Конечно Бесшабашных Каких-то Молодых Но Их Надо Привлекать К этому Как Еще Их Можно Воспитать Вот Этими Игрушками В Интернете Так Они Собирают Автомобили И Оказывается Какой Хочешь Цвет Нажал Кнопку Красный Какой Ты Хочешь Бампер Нажал Кнопку Такой Бампер А Ты Сделай Его А Еще Попробуй Оценить Глазами Окружающих Тебя Товарищей Друзей Они Скажут Тебя Подвергнут Критике Или Скажут Хорошо Понимаете Это Ростки Большого Большого Что Называется Культура Я Никогда Себе Не Позволю Вот Этого Я Создал Автомобили Я Ценю И Свой Труд Я Ценю Людей Я Никогда Не Позволю Каких-то Шалостей На Дороге И Это Касается Уверен Человека Увлеченного Он Не Попадет В Аварию И Он Дорожит Жизнями Окружающих Его Вот Это Прям В Точку Это Прям От вас Хотелось Это Услышать Очень Сильно Что Это Большая Культура И Что Всех Некультурах Надо Наоборот Культуре Привлекать Воспитывать Культурой Я Я Помышляю Даже Сей За Руль Пьяным Выпить Я Не Хочу Пива Я В Моем Возрасте Чуть Меньше 60 У меня Приличный Вес Нормальное Состояние Здоровья Я Не Пью Но Я Не Знаю Чем Чем Бо Я Занялся Если Б Не Вот Почти Пять Лет Уже Но Кстати На самом Деле То О чем Мы Говорили Не Один Раз Это Достаточно Сняло Много Проблем Если Люди Могли Заниматься Тем Же Кастомайзингом И Знать Что Они Не Просто Делают Что То В Гараже И Не Смогут Никогда Это Использовать А Чтобы Это Было Интересно И Тогда Будет Больше Увлеченно Меньше Будет Желание Сидеть На Лестнице Пить Пиво И Больше Желание Пойти В гараж Не С Друзьями Не Знаю Там Просто Попеть Песни А Нормально Собрать Машину Что Ты Сделал На Ни Выехать И Показать Что Ты Сделал Среди Таких же Конечно Ребята У меня Есть Предложение Может Быть Не Сегодня В Эфире Но Если Где То Какая То Рабочая Группа Будет В Этой Часть Работать Я Попрошу Вас Есть Мысли На Этот Счет Уже С Высоты Небольшого Опыта Так Скать И Управленческой Деятельности И В Органах Исполнительной Власти Я Глубоко Задумывался Над Этими Темами Читал И Вам Огромное Спасибо Кстати За Тот Оптимизм Какой Все Так Он В В В Есть И Вы Организуете Эти Мероприятия Я Я Был Удивлён Что В Маленький Город Приехали Вы Алексей Корниенко Я Помню Это Два Года Назад Вы Я Честно Скажу Вы Поддержали Меня И Даже Не Можете Оценить Как Я Это Надо Было Найти Деньги Надо Было Найти Спонсоров На Голом Этузиазме Все Это Было Сделано Первое Первое Автошов В городе По Крове Собрало Там Порядком 120 По-моему Автомобилей Различных Там Городов И так Далее А потом Вторая Выставка Она Уже Имела Третья Это Была Феерия Для Нашего Уровня И Ваше Присутствие Человека Который Организует Это В рамках России Вам Низкие Поклоны Большая Благодарность Что Вы Нас Поддержали И Сегодня Я Здесь Это Ценные Очень Слова Для Меня Да И Вам Огромный Низкий Поклон Потому Что Вы Помимо Того Что Увлекаетесь Культурой Искусством Автомобильным Вы Еще Все Таки Продвигаете В своем Городе Помогаете Молодежи Есть У вас Отличный Клуб 0402 Ребята Если Вы Смотрите Привет Это Ребята Которые Как раз Организовывают Вот Эти Выставки По Крове Они Кстати Не Только Там Организовывают Несколько Мероприятий Их Приглашают Очень Очень Сильная Команда Организаторов И Мы Очень Хорошо Дружим Вам Еще Раз Привет Если Вы Смотрите Нас Вот Какие Планы Еще Вот По Работе С Молодежью Интересно У вас По Крове Это Непростой Вопрос Работа С Молодежью Непростой Если Особенно Детей Они Мягкие Они Податливые Они Податливые И Важно Кто Ведет Их У нас Прекрасные Учителя Педагоги Но Я Как раз Хочу Сказать Что Можно Увлечь Еще И Другим Автокультурой И Эти Занять Можно Ребенка Начиная С 12 Лет Как Было У вас С Картингом Да У Многих С Картинг Вообще Многие Автоспортсмены Пришли В Автоспорт Картинга Практически Все Ребят Я Поделюсь Одним Маленьким Секретом Мне Довелось Находиться В одной Из горячих Точек В течение Двух Лет Это Афганистан Кандагар Кабул Если бы Я Не имел Тех Навыков Однажды Заглох Водителю Говорю Так Мне Надо Секретный Пакет Перевезти Из одной Части В другую И Мы Въезжаем В кишлаг Дувалы Машина Встала Водителя Что случилось Не знаю Товарищ Лейтенант Если бы Того Навыка Не было В 12 Занимаясь Картингом Мы бы Я не знаю Чем бы это Закончилось Потому что Он оружие Не взял Вряд ли Чем-то Хорошем Наверное Да Надо Предполагать Оказывается Прохудилась Мембрана Бензонасоса Где взять Мембраны Нет Куда Пойти Я понимаю Что Из-за Дувалов И из Тех Зияющих Окон Уже Наблюдают Потому что Бальчата Прибежали Мальчишки И так далее Такая Небольшая Разведка У нас Был он Минут 15 Может быть Полчаса Максимум Ну что Снимай ремень Армейский Не кожаный А Матерчатый Тканевый Он Какой-то Типа Пластмасс Я говорю Давай Лезвие И вот Мы Распустили Вместе Сделали Распустили Верхний слой Я понимал Что Надо будет Откатиться Хотя бы Километра На полтора Ее Разъезд Эту Мембрану Мы Сделали Вырезали Воткнули Машину Завели Отъехали Там За горочку Ну и Может быть Скажу Прямо Мы Спаслись Может быть Я не знаю Что Мы Спасли Именно Эти навыки Да И вот Тот или иной Навык Чем владеет Человек Может быть Однажды Как в моем Случае Может быть Он и пригодится Тебе Может быть На самом деле Я думаю Что Это даже Не может быть Любой навык Который приобретается В детстве Что-то делать Руками Но к сожалению То что Вы говорили Это абсолютно правильно Люди сейчас Не делают Ничего Руками Представляешь Новое поколение Он едет на автомобиле Мы их не будем ругать Не Мы не ругаем Мы не ругаем Вот просто Это к тому Что надо жить И в реальности Хотя бы на 50% Вот Ты Выехал На каком-то автомобиле Так скажем Ты не разбираешься В его устройстве Ты выехал Куда-то Где Просто пропал Интернет Все Приехали Но большинство Так сейчас Ездит Люди знают Куда залить бензин И то не все Потому что делают Заправщики Ну и некоторые Могут не замерзайку Залить Все Ну да Это в общем-то Результаты Современного Ты сейчас сказал Я сразу Перебью Вспомнил случай Был В Волгограде В городе Ну и там Пробочка Пробочка Полукругом дорогой Идет Ну и пробка Я стою там В последнем В ряду Так скажем И едет девушка Навстречу На какой-то Маленькой машинке Я не помню И у нее Закипел автомобиль Пошел пар Она остановилась Достав огнетушитель Начала фигачить На капот Там люди Начали вываливаться Просто из машин На осмарк Это вот про навыки Да Ну то есть В элементарном Устройстве автомобиля Нужно разбираться Мне кажется Хотя бы Пару Ну хотя бы масло Не олейно Заливать Да На самом деле Мы даже пропустили Немножко Практическое Окончание Передачи Уже Вышли За эфирное Время Так что Нам придется На этой Позитивной Ноте Закончить Нашу передачу Потому что Хотел еще что-то В конце Сказать Вначале Что хотел Подкореняться Что-то Сообщить Нет Вроде Ничего Такого Я хотел Чтобы Вячеслав Что-то Молодежи Сказал На Путствие Не знаю Работа Занятия Занятия Какими-то Другими вопросами Все Это твой путь А дальше Только упорство Упорство И упорство И тогда Как тот Спортсмен Через преодоление Ты можешь Достигнуть Результат И у тебя Всегда Все У тебя Все получится Поэтому Если молодые Смотрят Вам Упорство И четко Обозначенные Цели И не обязательно Чтобы это был Автомобиль Не обязательно Но желательно Но в нашем случае Да желательно Удачи вам всем Вы слушали Радио Медиа Метрикс И В эфире была Программа Автотема Сегодня В гостях У нас была Ракела Вячеслав Шаликович Алексей Корниенко Мой заведущий Я Аркадий Ленц Всем спасибо Всего хорошего До свидания Алексей Аркадий Спасибо вам За приглашение Всего доброго До свидания